МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В детстве есть такая традиция – устраивать праздники для именинников. Шумно и весело с папами и мамами, чтобы запомнилось всем и надолго. В детстве так и должно быть. Потом, во взрослой жизни, дни рождения будут раскрашены уже совсем другими красками. Порадуйтесь за именинников. В прекрасный солнечный день золотой осени радостные и счастливые детвора собрались отмечать дни рождения своих одноклассников. Землю, украшенную разноцветным багряным ковром из листьев, дополнили воздушные шарики. Поэтому выбранное место получилось необыкновенно праздничным. В этот замечательный осенний день мы, ученики гимназии 12-го класса, по доброй традиции, пришли отмечать день именинников, день летних именинников. Все дети с нетерпением всегда ждут этот праздник. Осень, конфеты, веселье, родители – все вместе весело отмечаем день именинника каждый год. Ознаменовался день именинника спортивными состязаниями, играми на свежем воздухе, конкурсами, викторинами. Чтобы мамочка любила и мороженое кормила. Будьте здоровы и смышлены, словно крокодилы зеленые. Пусть ждет вас всех успех. Вы, ребята, лучше всех. Слово, дети отдохнули, получили заряд бодрости и энергии. В народе бытует старость, не радость. А вот герои следующего материала готовы с этим утверждением поспорить. Какая прелесть, делай, что хочешь. Ну, если прислушиваться к себе с утра до ночи, то, конечно, тут там кольнет, то здесь живы, значит. Учимся все благодарно принимать у наших героинь. Людмила Петровна Руденко – смелая и волевая женщина. Всю жизнь проработала в торговле. Долгое время жила на Кубани. И вот уже 15 лет как жительница Новошахтинска. И на протяжении всей жизни ее сопровождало творчество. Никогда нигде не училась. Я люблю это. Я вышивала очень много детской... Сестра в детский садик относила. Я говорила, отнеси в детский садик. Она у меня воспитательница в садике работает. Первую картину Людмила Петровна вышла, когда ей было всего 13 лет. Тогда же ковров не было. И нас мама заставляла к своим кроватям придумывать, что. Благодаря мужу эта картина сохранилась и до сих пор. А муж мой говорит, ты что, это же какая память. Свои работы женщина дарит родным и близким. Это Париж. Мне очень нравится Париж. Я люблю Париж, Венецию люблю. Вот Париж тоже. А сколько по времени занимается? Вот это вот 19 дней. Вот эту картиночку 3 дня. Это тоже за 3 дня. Тоже бисером. А еще Людмила Петровна рисует, причем использует в своих работах не профессиональный материал, а то, что называется подручный. Если бы красками художественными рисовать, вот, тогда она, может, красивее была. А то я же половой, да зеленой, да белой, вот такой вот, ну, обычной краской, вот, что красим мы двери, да все. Поэтому, может, она чуть-чуть не такая, вот. Но ничего, потому что те краски очень дорогие. А вместо холста в ход идет обыкновенная фанера. А вообще, за что Людмила Петровна не возьмется, у нее все получается. В жизни не держала крючка вязать. Как-то на лавочке Галины Афанасьевны, она вяжет, а я говорю, вот, Гал, вы мне показали, как вязать. Она говорит, приходи с крючком, я покажу. Она мне показала, как петли делать. Вот, я купила журнал и навязала, и дочь, и скатерть. Научила ее вязать крючком Галина Афанасьевна. Именно под таким именем эту женщину знают все соседи и знакомые. И мало кто знает, что по паспорту она Анна Афанасьевна. Именно так ее назвал отец в те далекие сороковые. Родом она Афанасьевна с Украины. В молодости работала дояркой. Потом переехала в Новошахтинске долгие годы и работала на Соколовском заводе железнобетонных конструкций. Ее трудовые руки не привыкли отдыхать. Ну, не могу я вот так, чтобы сидеть, ничего не делать. У меня руки чешутся, как говорится. Правда. Что вязала внукам же, прануки. Уже появились, теперь уже трое прануков. Всем-семь-семь я вязала, спицами я вяжу, я все вязала. Одна внучка уже все делает. Уже вяжет и спицами, и крючком вяжет. Одна только внучка. А старшая, младшенькая, та еще нет. Несмотря на почтительный возраст рукодельницы, бабушка она себя не считает. Вот мне, как скажут бабушки, мне кажется, что я же еще молодая. Вот баян где-то музыка загорает, а у меня ноги дрожат даже. Я сильно любила танцевать в молодости. Я вот поеду отдыхать. Я ездила почти каждый год. Приезжаю оттуда и тухлес стерла, и босоножки подошвы постирала, потому что я музыку сильно любила. Пенсия – прекрасное начало. Наше сердце – пламенный мотор. И душа еще не исхудала. Анна Афанасьевна пожелала молодым мира, а всем остальным главного – здоровья. Мы, в свою очередь, желаем героиням сюжета творческого вдохновения и жажды жизни. Пусть все у вас будет хорошо. Продолжаем программу. В Белой Калитве на Театральной площади прошла акция, которая была посвящена защите бездомных животных. Ее организатором выступило Белокалитвинское общество защиты животных «Доброе сердце». К акции пересоединились учащиеся второй школы и неравнодушные к этой проблеме горожане. Учащиеся школы номер два подготовили плакаты, призывающие быть милосердными к братьям нашим меньшим. Ими были также изготовлены различные поделки, сувениры и вышивки, деньги от продажи которых пойдут на приобретение корма и медицинскую помощь бездомным собакам и кошкам. Участники акции раздавали прохожим листовки с призывами быть более человечными в обращении с животными. Если ты завел себе друга, котенка или щенка, то не предавай его, не выбрасывая на улицу, чтобы они не страдали и не пополняли ряды несчастных бездомных животных. Все начинается с малого. Вот ребенок в детстве, он все познает на кошечках, собачках. Если родители не приучат его заботливо относиться с любовью, с добротой к животным, то из этого маленького человечка и вырастет ответственный гражданин, добрый человек, умеющий сострадать. Он будет по-доброму относиться к старикам, к инвалидам, к детям. Он будет хорошим и заботливым человеком и гражданином нашего общества. Белокалитинское общество защиты животных «Доброе сердце» существует чуть больше года. За это время было сделано немало. Я хотела бы сделать небольшой отчет нашей работы перед жителями нашего города, потому что мы существуем, в общем-то, исключительно на пожертвования граждан. У нас стоят в клинике, в ветклинике «Айболит», в магазинах ящики для пожертвований. На собранные деньги стерилизуются и лечатся бездомные животные. Им приобретается корм и подыскиваются добрые хозяева. За время нашей работы мы простерилизовали около 40 собак. Пристроено из них 10 взрослых собак и около 50 щенков. И также мы заботимся и о кошках. Кошек мы, честно говоря, уже потеряли счет пристройству наших котят. Их уже перевалило за сотню. Недавно Обществу защиты животных была выделена территория для постройки вольеров, где временно будут размещаться кошки и собаки, проходящие лечение после травм, для которых будут подыскиваться люди, желающие взять их к себе домой. Одним из спасенных пациентов ветклиники «Айболит» стал пес по кличке Жучок. Он был сильно покалечен. Изверги выбили ему глаз. Он искал помощь у добрых людей и нашел ее. Учитель школы номер 2 Светлана Александровна Орехова является членом Общества защиты животных. Она приобщила к этому и своих учеников. Мы изъявили такое желание всей школы вступить в ряды нашего общества. И Александр Иванович Сидненков тоже подключился к этой работе. Ну вот буквально на днях мы начнем изготовление будок для животных. Мы занимаемся сбором кормов. В прошлом году очень-очень тесно сотрудничали детишки наши с нашим обществом. И мы поставляли такие корма, крупы, варили каши для бездомных животных. Я учитель литературы. Уроки литературы, наверное, не были бы такими эффективными без подкрепления жизнью, без вот таких примеров доброты. Мы очень часто беседуем с детьми о животных и о том, как нужно их беречь. У Саши Маковеевой большая дружная семья, в которой также уютно живется многочисленным кошкам и собакам. Она считает своим гражданским долгом защищать животных и принимать участие в подобных акциях. Я считаю, конечно, нужно, потому что люди почувствуют какое-то сострадание, научатся ухаживать за животным и поймут всю необходимость. То, что четвероногие друзья, они такие же, как мы, и также нуждаются в заботе и опеке. Хотят жить, да? Да. Директор городского центра управления численностью безнадзорных животных Александра Сорокина озвучила цифру. За прошедший год около 10 тысяч бездомных животных усыпили в Ростовской области. Количество нападений бездомных животных на людей за год сократилось с 1300 до 350. Разве это те цифры, которыми стоит гордиться? Во многих странах этой проблемы как таково уже не существует. И методы используются гуманные – стерилизация устройства животных. Надеемся, что дети, которые участвовали в данной акции, увидят, а возможно и своими руками построят другой мир, где хватит места всем. И любви хватит. Вы смотрели «Главное время местное». До встречи в завтрашнем эфире. До встречи в завтрашнем эфире.